Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения, с вами Рэй, и мы продолжаем играть в игру Empire Warriors. Так, у нас пятый день, я забираю благословение природы. Так, ну что же, есть хорошие новости. Ребята, они меня все-таки немножко раскрутили на донат, я купил себе все элитные башни. Так, скажем, их можно было, конечно, со временем самому получить, но от такого соблазна я просто не отказался. Ну что же, как вы видите, ребята, я даже тут попробовал некоторые миссии пройти на сложном режиме, даже на кошмаре, вот у меня первая миссия пройдена. Но сложновато, сложновато, несмотря на то, что, ребята, у меня вроде бы и башни такие крутые. Так, забираем здесь с вами награду. Так, 11 кристаллов, замечательно. Так, и давайте посмотрим, что у нас там по улучшениям. А, тут ничего хорошего у нас нету, поэтому, как бы, ребят, пока мы это дело с вами проедем. Так, что у нас в магазине? Рунные камни. Понятно, ну давайте, давайте, бесплатно мне какую-нибудь ерунду, как обычно, да? Однозвездочную. Так, ну это еще не все, ребят, я купил еще себе одного героя. Да, встречайте, это у нас, вот, ребята, мир теней, звать ее Элловин. В общем, ребята, это, как я понял, убийца у нас, да. Да, темная ассасинка, мне она зашла, но, как бы тебе сказать, по хпшкам она слабовата, но по дамагу это что-то с чем-то. Сегодня все, ребят, мы это посмотрим. Так, ну что же, там у нас что на карнавале? Так, давай-ка мы заберем, наверное, с вами, да? Все, что нам полагается, как говорится, на халяву. Я ничего тут упускать не собираюсь. Так, вначале хотел вот этого героя купить, но, ребят, что-то меня остановило. Так, не знаю что, в общем, я его не стал брать, хоть и он недорого стоит. Так, давайте ключики все эти соберем, пока нам дают такую возможность. Так, день седьмой. Так, что у нас тут? О, 200 геймов, 50 кристаллов, отлично. Очень хорошо, это меня радует. Так, вроде бы все, да? Все, собрали мы с вами. Ну что, друзья мои, отправляемся с вами на восьмой уровень, да? Так, что у нас тут по фестивалю? Может быть, мы с вами накопили и можем зажечь фонарики? Давай-ка глянем-ка. Где у нас там фонарики-то зажигаются? Бонус, у меня ни одного, ребята, нету фитиля пока. Еще две лампочки надо, конечно, зажечь. Но, может быть, если мы с вами пройдем восьмой и девятый уровень, может быть, нам дадут. Так, ну что же, приступаем. Что-то не так. Так, в Империи Гранда знают, что Энди и Эльфы объединились. И все же, чтобы остановить нас, они прислали столь малочисленное войско. Возможно, нас пытаются заманить в ловушку. В любом случае, будьте осторожны. Это может быть лишь затишье перед бурей. Вот такое нам, ребят, предупреждение пришло. И мы начинаем с вами. На этом уровне я, естественно, еще не был. Не знаю, что нас тут ожидает. Будем смотреть. Так. Ага. Погоди-ка, а где у нас... Вот она, точка, ребята. Да? Куда они будут идти, враги. Поэтому все сконцентрируемся именно здесь. Хотя нет. Вот этого мы здесь оставим. Лучницу я, наверное, вот сюда вот поставлю, да? Так, и давайте, наверное, уже расстраиваться потихоньку. Да, тут очень много коридоров у нас. Очень много. Поэтому сюда я, наверное, поставлю голема. Здесь у нас будет казарма стоять. Так же, как, в принципе, и вот здесь. Так, да? Оптимальненько, я думаю. Поставим тогда вот здесь, наверное, с вами лучников. Они будут... Ребят, вот это вот болото, да? Оно отравляет. Ну, вы помните, да? Мы все это с вами видели. Так, здесь тоже болото. Поэтому тоже вот сюда поставим лучников. А вот сюда я поставлю мага. Так, одного голема, мне кажется, будет здесь маловато. Поэтому давайте, наверное, вот сюда еще големчика позовем. Так, и прапаем наши казармочки с вами. Прапать надо обязательно. Так, еще на уровень. Еще на уровень. Я не знаю, сможет ли у нас Элловин здесь одна противостоять. Ведь армия-то будет нехилой сто пудов. Давай, наверное, еще вот здесь вот лучников с вами поставим. Ну что же. Я готов посмотреть, ребята, как у нас пойдет с первой волной. Так, идут орки. Так, мы потихонечку травятся. Это хорошо, ребята. Так, будем смотреть. Будем смотреть, как пойдет эффект. Так, Элловин, наверное, тебе все-таки придется вот сюда вот выйти. Ну, пока-пока получается у нас. Но, видите, уже все равно, ребята, они могут пройти. Судя по всему, нам нужно здесь поставить, наверное, мага. Да, или даже Элловин сюда позвать. Пускай, наверное, она будет все-таки здесь вот стоять. Так, апаем наши казармы, ребята. Я вот этих вот драгуны. Это драгуны наносят большой физический урон на земле и в воздухе. Никому не скрыться от их острых когтей, ребята. Это третий уровень башни. Так, давайте магов тоже, наверное, с вами будем правовать. Так, отлично. Минуса нули. Короче, драгуны это вот такие, ребята, юниты, которые бросают копья. Как по наземным целям, так и по воздушным. Пока воздушных целей у нас не было. Но, судя по всему, скоро будут. Так. Ждем, ждем, ребята. Может быть, даже маленько ускоримся пока. И надо мне, наверное, големов прапать. Хотя бы маленечко. Волн будет здесь 11. Это пока вторая у нас идет волна. Так, голем у нас стоит первое улучшение 200. Так, это кто у нас? Да, это сосунки, ребята. Это самые первые юниты. А не вата. На них очень хорошо фармить бабло. Которое нам нужно будет для улучшения наших башен. Кстати, вот здесь вот немножко плохо сделано, на самом деле. Мне надо сюда что-то еще поставить. Ну, пускай будут лучники, да, вот у нас, как положим. Так, дай-ка я вот сюда бомбану. Пускай постоят, подумают. Так, а я, наверное, призову следующую сразу же волну. Давай, давай, давай. Вот так вот. Отлично. Так, бегут охламоны, да? Сколько у нас? 280 нужно монет, чтобы я пропал голема своего. О, тут уже тролли пошли. Снизу, ребята, уже пошли тролли. Кстати, этих-то тоже нужно мне прапать. Господи, давай, наверное, паладинов вызовем, ребят. Так, драгунов прокачать надо. Все надо, ребят, все надо. И, сами понимаете, вот так вот, то за одним, то за другим прыгать. Я все-таки буду, наверное, все-таки прапывать голема. Так, тихо, тихо, тихо. Палычи, палычи. Давай, наверное, вот так вот. Прапаем, ребят, чтобы у них было побольше здоровья. Отлично. Смотри-ка, сколько здесь их идет. Так, давай сюда мы тебя, Элвин, переместим. Бомби массовую свою атаку. Вот так вот. И руби их. Да, ребята, это темная такая, знаете, ассасинка, воительница. Ну, мне она очень нравится. Она очень быстрая. Я как-то все время, знаете, как делал? Вот сюда вот выставлял этого бойца. Вот на самое начало. Вот сюда вот. И она просто не давала врагам выйти. Но это на более слабых уровнях. Посмотрим, как она будет сейчас делать. Так, пока вроде бы неплохо. Голема, ребята, прапываем. И вот я думаю, что будем огненный хранитель. Да, именно в огненном хранителе будем его переделывать. Такой мощный зверюга. Ну, мне нравится у него ульта, когда он сможет призывать метеориты. Вот это, конечно, круто. Так, идут, да? Идут потихонечку. Что-то Элвин у нас тут, по-моему, заскучал, ребят. Слушай, ну, драгуны, как тебе сказать, ребят? В ближнем бою, видите, да? Они бьются копьями. А когда вдалеке стоят, они их просто метают. Это круто, конечно. Так, давайте-ка мы, наверное... А, 360 нужно. Куда это ты? Эйферин, куда ты бегал-то? Я не могу понять. Ты пришел? Так, ну, 360. Да, ребята. Вот такой вот этот демон. Офигенный чувак. И мне нравится вот эта ульта. Метеоритный, ребята, душ. Если успеем накопить, вы увидите, как эта имбова действует. А вон моя Элвин. Я ее не вижу, ребят, как что-то делать, но она, видите, рубит. Так, Элвин, выйди. Выйди из-за экрана там. Она просто не дает им пройти. Вообще, она крутая. Я вот думаю ее прокачать. Еще там пару уровней. Я думаю, она так будет отжигать. Просто мама не горюет. Ты посмотри, всех этих монахов вырезала. Просто волну вырезала и все. Так, здесь идут, да, орлы. Сколько у нас? 350. А, кстати, вот это вот, ребята, если я не ошибаюсь. Ага, это он призывает, короче, лавовые големы. Две такие. Ну, вот помните, как у Энта, когда он вызывал маленьких таких, как-то сказали, даже монстриков, да? И они бегали. То же самое, только големчики будут маленькие бегать. Но они будут взрываться. Они догоняют чуваков и взрываются. А я вот почему-то хочу именно вот это вот, ребята. Смотри. Имбово, согласитесь, да? Ха-ха-ха. Круто. То есть, это как, ребята, вот у нас есть с вами магия. Где она? Вот. Метеоритный дождь. То же самое он может делать. И у магов. Я сейчас покажу вам, если успею, ребят, прокачать магов. Офигенная третья башня у них открылась. Так, волну. 6 из 11, да? Успеем, ребят, успеем. Я вам успею продемонстрировать это все дело. Абракадабра. Ну, огненный, конечно, голем это что-то, ребят. Это что-то. Когда он свою ульту применяет. Красота. Так. Воу-воу-воу-воу-воу. Варги, ребята, бегут. Срочно нам нужна прокачка. 250. Нам нужно монет. 250 монет, чтобы проапать. Вот. Посмотрите, ребят. Это первая стадия. На второй стадии будем выбирать с вами, по-моему, вот это, да? Накапливает укра... Нет. Нет, нет, нет. Вот это вот надо. Создает вокруг своей башни магическую область. Область. То есть... Они будут... Они будут, ребята... Так, подожди, подожди. Очень медленно двигаться, если я не путаю. Сейчас проверим. Или все-таки это вечная зима? Так, вечная зима. Так, вечная зима. Нет, все-таки, по-моему, первая магия, да? Так, давайте вызывать. Короче, они будут здесь очень медленно идти, как будто вот как замороженные. И... Там очень много статов всяких. Смотрите, ребят. При этом все враги, попадающие в эту область, теряют 15 единиц брони и сопротивление магии. И... Обычные атаки ледяной жрицы снижают скорость передвижения врагов на 40% в течение двух секунд. Ну, прикольно же. Сейчас мы это с вами попробуем замутить. И потом... Ох ты! Нифига там, ребята, армия идет. Так, вот, ребята, видите область? Это область заморозки. Так, секунду. Что-то мне не нравится вот тут, ребята, как у нас происходят дела. Что-то как-то тут вообще... Хорош! Так, драгуны. После получения смертельного урона драгун может раздаться... Нет, это мы не будем. Каждая пятая атака драгуна наносит магический... Вот это вот, да. Вот это вот пригодится нам. Так, вызываем следующую сразу же волну. Не будем здесь рассусоливать. А где у меня лучица? Я что-то не понял. А, она вообще, ребята, тут... На расслабоне. Пускай уже тут будет. Так. Бомбит. Моя красавица. Так, а мы с вами на вторую стадию прокачиваемся. Так, лучники, лучники. Подожди, никому нельзя давать... Так, погоди-ка. Воу-воу-воу-воу, ребят, смотри, смотри, что происходит. Паладины. Давайте-ка вот сюда встаньте. Посмотри, что происходит, ребят. Они умудряются как-то пройти. И это мне не нравится. Очень не нравится. Так. Нам нужно прокачать еще маленечко, да? Еще прокачаем с вами чуть-чуть до второй стадии. Так, давай быстрее. Накопите, накопите мне денег. Вторая стадия, ребята. Так, вызываем следующую волну. Нормуль. Да, жалко, конечно, очень здоровья маловато здесь у нашего героя. Я думаю, он успеет восстановить себе. Так, и вот этого вот мага, наверное, нам нужно тоже будет прокачать. Судя по всему. Так. Вот этих лучников нужно... Все нужно прокачать. И магов, и лучников. А на все, ребята, как говорится, финансов не хватит. Видите, вот заморозка, ребята. Вот они забегают в эту область, и у них... Скорость передвижения вообще замедляется. Это круто. Но это, опять же, магичка должна попадать. Опа. Так, давай сюда, палычи. Прокачиваем до второй стадии наших паладинов. Блин, как-то маловато здесь. Давайте, наверное, может быть, лучников прокачаем. Чуть-чуть. Просто эти собаки очень быстрые. Они могут пробежать, и мы здесь даже не успеем ничего сделать. Так, хватает нам? Да, нам хватает. И последняя стадия. Это у нас 270. Это лунные, ребята, охотники. Лунные охотники лучшие воины эльфов. Они могут атаковать сразу несколько врагов на расстоянии, нанося при этом огромный урон. Вот так вот. Так что будем прокачивать, наверное, именно их. Так, давай сюда. Вставай на место. Идут опять у нас тролли. По всем фронтам. Так, тролли бегут. И это, ребята, хорошо. Здесь пока затишье. Ну, я, как говорится, предполагаю, это затишье перед бурей. Так, прокачиваем, наверное, мы последнюю стадию, или же... Во! Вот они, ребята. Эльфы. Вот прокачивать будем вот этот скилл. Почему именно этот скилл? Смотрите, ребята. Теперь охотники могут стрелять по двум мишеням одновременно. Урон, нанесенный второй стрелой, равен 50% урона первой стрелы. Понимаете? Оу! Тихо! Так, Эйфрин, ты где мне там? А, ее убили! Слушай, мне это совсем не нравится. Это опасно. Так, она возродилась. Последняя волна. Надеюсь, без босса. Так, маг, давай-ка мы тебе успеем, наверное. Она рубит их, рубит. Это хорошо. Блин, как же я обожаю этого голева. Офигеть. Бомбит. Он что, и землю поджигает? То есть они получают урон. Мало того, что они горят, еще по земле по этой поогненной бегут. Получают урон. Так, големчик. Так, нам можно прокачать, наверное, на третью стадию, да? Давай, наверное, последнюю стадию сделаем. Хотя мы можем призвать и выучить вот это. Тут, ребята, не имеет значения. Можно... Воу! Тихо! Воу-воу-воу-воу-воу! Так, Эйфрин, иди сюда быстрее. Быстрее, быстрее беги! Какая-то тут заваруха нездоровая. Так, давай вот так вот сделаем, ребят. Пускай он призывает маленьких этих големов огненных. Ух! Все, что ли? Да, ребята. Отлично. Прошли с вами на три звезды. Великолепный бой. Великолепная у нас, ребята, тут тактика. Все отлично. Так, что мы с вами здесь можем забрать? Шестьдесят кристаллов. Отлично. Спасибо большое. Так, задание. То есть мы получаем с вами ревард. Так, по героям. Что у нас, ребята? Мы можем обучить. Обучить героев. Слушай, я не знаю. Хочу, конечно, нашу Эловин прокачать. У нас хватит. Так, повысить уровень. Оно у нас четвертого уровня, да? Всего 11. Давай, ребят. Да, я хочу. Получает она пятый уровень. И прикинь сразу же, да? Было 11 гемов и стало 480. Ха-ха. Ха-ха-ха. Я даже не знаю. Так, что у нас? Во время каждой пятой, четвертой нормальной атаки Эловин наносит 100, 200, 300, плюс 5% максимального здоровья физического урона. Физического урона. Я, наверное, ребята, обучу. Так, а здесь у нас критический, да? Это на крит атаку. Черт подери. Соблазняет меня, ребят. Соблазняет. Так, что у нас по гемам? Давай-ка мы вот это вот снимем. А вот это вот, конечно же, наденем. Всю ерунду, ребята, лучше снимать и надевать нормальные артефакты, конечно же. Так, что у тебя, парень, по атакам? Давай посмотрим. Так. Джейф бросает флаг правсудия рядом с собой, тем самым увеличивая на некоторое время скорость атаки союзников. О, вот это круто. 549, чтобы повысить уровень. И вот здесь вот самое интересное, да? Мне либо, ребята, повышать героя, да? Либо повышать вот здесь. Кстати, три звездочки у нас есть. Давайте-ка мы с вами прокачаем. Увеличивает базовый урон каждого солдата на 40%. Вот это будет круто. Улучшаем, ребят. Можно вот здесь вот прокачать, понимаете? Вот открывать за 100, разблокировать. Что мы можем? Ну, если мы с вами будем, например, переменять, да, вот этого вот демона. Увеличивает здоровье хранителя. Давай сделаем, фиксим. Пускай, пускай он у нас открывается, ребята, и мы можем его улучшить. Вау. Так, каждая обычная атака хранителя сокращает перезарядку этого предмета на 2 секунды. Улучшить. Улучшить. Улучшим. Так, увеличивает кражу жизни хранителя на 3 секунды. Хорошо, сделаем. Также мы можем с вами разблокировать сейчас. Так, секунду. Что нам пригодится? Ну, метеорит, я думаю, не нужен, да? Вот заморозка увеличивает длительность эффекта, либо исцеление. Но я все-таки думаю, что заморозка нам пригодится в дальнейшем. Так, увеличивает длительность действия эффекта на 1 секунду. Хорошо. Здесь у нас на 2 секунды сокращение перезарядки. Давай улучшим. И третье, это увеличивает радиус действия эффекта на 15%. Улучшаем, ребят. Все, очков больше не осталось. Так, здесь разблокируем сейчас. Но, как видите, у нас не хватает с вами тех самых кристаллов. Надо будет, обязательно надо будет. Кристалочки мы с вами обязательно насобираем. Так, гемы. Гемы собрали. Так, и герои. И герои. Так, давайте, наверное, все-таки я вот это вот выучу. Да, я хочу повысить уровень ему. Я думаю, что мы не пожалеем с вами, если мы выучим праг... Ой, праг. Флаг правосудия. Так, больше не хватает, да? А здесь? Здесь повысить уровень. Слушай, ну пока дешево. Давайте повысим уровень. Пятый, да? И шанс критического урона Арен. Давай сделаем, давай сделаем. Так, и сколько у нас? 466 гемов. Не хватает больше, к сожалению, ребят. Ну что же, я все равно считаю, неплохо пропались с вами. Так. У нас девятый уровень. Девятый, ребята, уровень. Это он, Моган Кровавый Волк. Один из величайших воинов-орков. Мы не ожидали, что он тоже присоединился к армии Гранда. Его войска окружили долину перед нами. Поэтому мы не можем двигаться вперед. Нам нужно уходить отсюда как можно скорее и пересечь перевал Штормвинд. Там находится еще один проход, ведущий к Железным Холмам. Ну, а как мы понимаем, ребята, в Железных Холмах как раз и живут гномы. Мы же идем с вами за гномами. За их поддержкой. Так, что у нас тут опять, ребята? Опачки. А вот тут немножко опаснее. Потому что, ребята, здесь у нас две точки. Так. Да куда ж ты, Элловин? Да господи, ты-то иди, Арен. Иди отсюда. Так. Слушай, наверное, мы ее вот сюда лучше поставим. Вот даже вот сюда бы, я сказал бы. Так. Две точки. То есть нам теперь надо контролировать не одну, а две. И вот это самое короткое, как я посмотрю. Значит, мы сделаем немножко по-хитрому. Так. Воткнем сюда голема. Сюда. В обязательном случае, ребята, казарму нужно втыкать, как ни крути. Хочется, не хочется. Нужна она нам здесь. Вообще, нужно вот так вот сделать. Три казармы. Так. Паренька выводим сюда. Да, Джейв, будешь тут стоять. Так. Лучницу поставим сюда. Тут голем. Значит, сюда мы ставим с вами мага. Так. Здесь, я думаю... Так, у нас будет босс. У нас здесь будет босс идти. Сюда, значит, мы поставим лучников. Черт. Здесь, кстати, тоже короткое плечо получается, да? Давай тогда здесь тоже лучников поставим. И еще одного голема, чтобы обстреливал окружность. Так, проапываем с вами бараки. Так. Не знаю, ребята, у меня, конечно, большие запросы, но как пойдет, без понятия. Так, будем смотреть. Так, Элвин побежала в бой. Пока все нормально, легко. Сосунки выходят. У нас уже здесь будет 12 волн. Об этом не стоит забывать. Так, вот эту казарму я еще не пропал, да? Прапаем тогда. Вот так вот. Так, Джефф. Джефф у нас, ребята, пока здесь как неприкаянный, да, стоит. Я думаю, может быть, нам вот сюда его поставить. Вот здесь вот влепим. Пускай стоит. Герой наш получает опыт только тогда, когда убивает противников рядом. Так, ну что, следующая волна, я готов к ней. Так, прапаем. Вот. Сделаем драгунов здесь. Здесь, наверное, мы сделаем паладинов. А вот здесь вот сумречных убийц. И нам нужно все это быстро сделать, пока сосунки всякие идут. На них мы зарабатываем опыт. Давайте ускоримся маленечко с вами. Опа, опа. А тут уже орки. Да, ребята, флаг он ставит. Отлично. Так, надо его немножко вот сюда сдвинуть, потому что он... Слишком яростно бежит и попадает в эту кислоту. Так, лучники. Давайте-ка прапаем их. Лучнички. Так, 210, да? Как раз хватает. Вызываем следующую волну с вами и смотрим. Из этих лучников мы будем с вами делать сумречных эльфов. Они вообще отлично здесь будут заходить, поверьте мне. Ай-яй-яй. Ой-яй-яй-яй. Что-то как-то многовато вас. По-моему, здесь ребятулечки. Так, наверное, тут мы с вами... Хотя нет, справиться и без меня. Думал заморозку влепить. Так. Что я хотел сделать? Я хотел много чего сделать, но, наверное, вот все-таки вот так вот. Пока. Будем прокачивать двойной выстрел. Это в первую очередь надо будет сделать. Оу, тихо! Эй! Тихо! Елки-палки! Ребят, чуть было не прозевакали. Так, давай-ка мы паладинов, наверное, сделаем с вами. Я думаю, что вот сюда их надо немножко сместить. Элвин будет здесь на прикрытии стоять. А Джеффа мы поставим сюда. Пускай вот тут стоит, бомбит. Надо будет ему, конечно, только небольшую помощь в виде, наверное, голема поставить. Вот так вот. А то ну его нафиг. Смотрите, чуть было не пропустили. Так, и здесь сделаем сумеречных убийц. Вот так вот будет все у нас происходить. Надо будет, конечно, прокачать драгунов. Да и голема тоже надо прокачать, господи. Вот самое короткое плечо опаснее всего, ребят. Потому что они очень быстро по нему проходят. Очень быстро. Так, драгуны. Так, давай вот так вот сделаем. Прапаем маленечко. Джейф, уйди оттуда, пожалуйста. Ну-ка. Заморозка. Так, этого голема надо прапывать. Как ни крути. Без огненного голема здесь будет нам тяжело. Тем более еще пока босс не идет. А он пойдет, наверное, по длинному пути. Вот поэтому. Мне так кажется. И мы можем с вами сфейлиться, кстати. Есть такая вероятность. Причем очень большая. Так, дай-ка я его тут заморожу. А то как-то уж слишком рьяно. Слушай, а где у нас Элвин? А, вон она стоит. Давай ее вот сюда, наверное, поставим. Слушай, бомбит их потихоньку. У нас только Джейф, да, получается, седьмого уровня, остальные пятого. Несправедливо. Джейф, хорош. Ты постоянно вот лезешь на рожон. Постоянно. Голем. Давай, огненный. Вот так вот. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты посмотри, что происходит. Какая, ребята, толпа тут просто бежит. Так, Элвин, давай сюда быстро возвращайся. И апаем метеоритный дождь. Вот это совсем другое дело. Так, теперь снизу прут. Теперь снизу прут, да? Так, пронзительная стрела. Каждый выстрел получает 9% шанса нанести физический урон, равный урону башни. Нет, это я пока не хочу. А вот это вот надо. Так, пускай бомбят. Как Джейф может вот сюда перебежать? Ёлки-покки. Как он видит врага? Он как по цепной этой реакции, что ли, переключается. Так, можно, в принципе, ребят, наверное, еще выучить. Ну, чтобы одного големчика можно было призвать. Так, для подстраховочки. Так, 360, да, нужно? Давайте подождем. И выучим все-таки один скилл. Пускай голема призывает. Хоть какая-то помощь будет. Ага. Опа, опа, на, варги бегут. Быстренько их в заморозку. Так, здесь прокачиваем вот таким вот образом. Кстати, вот здесь, наверное, нам надо, ребята, поставить вот так вот, солдатиков. На всякий случай. Они хоть немножко будут сдерживать. Следующая волна. Тут 12 волн, ребята, уже мы на 10-й волне сходим. Так что расслабляться пока не стоит. Потому что близится я чувствую босс. Босс пойдет, наверное, с офигенной армией. Так что давайте подготавливаться хорошенечко к этому делу. Так, лучники тут бомбят. Можно прокачать до последней стадии, да. Это сколько у нас? Равен 100% урона первой стрелы. То есть вторая стрела наносит такой же урон, как и первая. То есть две равноценные атаки. Это, я думаю, нам как раз и нужно будет. 11-я волна. 11-я волна. И сейчас, ребята, на 12-й уже пойдет босс. Поэтому не расслабляемся. А наоборот, нужно сконцентрироваться. Так, надо немножко, наверное, скорость поменьше сделать. Так, что же мне из этих лучников сделать? Обладает высокой силой атаки и наносит высимый урон врагам. Да, наверное, нам это нужно будет прокачать. 270, да. Так, Элевин. Что-то вообще она у меня перестала тут бороться, драться. Но големчики все-таки делают свое дело. Давай. Вот так вот. Финальная волна, ребят. То есть готовимся к боссу. К прибытию. Так, драгуны. Пока справляется, да. Пока все хорошо. Где босс у нас? С какой стороны пойдет? Если, конечно, он здесь будет. Я не знаю, ребят. Будет он тут или нет. Так, заморозочку. Пускай постоят, подумают. Как раз на кислоте. То, что нужно. Выучим. Такие солдаты здесь. Никчемники. Ребят, я сделаю из них паладинов. Пускай они сдерживают их. О, они не могут сдержать. Так, ну, лучники мои здесь довольно неплохо их бомбят. По красоте. Так, это у нас получает 20% шанса произвести смертельный выстрел. Давай. Смертельный выстрел это хорошо. Блин, как я обожаю этого голема, а. Обалдеть. Все что ли? Блин, ребята, я-то переживал. Я думал, что здесь будет босс, но босса здесь не было. А нам так преподнесли, как будто, вот, парень, готовься, на тебя пойдет чувак какой-то, да? В болоте на тебя, типа, сделали засаду. Ну, ладно. Раз не было босса, значит, он будет дальше. Так, что у нас здесь? Увеличивает кражу жизни каждого солдата на 30 единиц. Ну что же, прокачаем, наверное, или увеличивают базовый урон башен магов на 25%. Нет, давайте полностью тогда прокачаем наших бойцов, чтобы полностью ветка была эта прокачана у нас. Чтобы нас уже ничего, ребята, не отвлекало. Так, и... Испытание героя. Подожди ты со своим испытанием героя. Можно мне посмотреть, что у нас тут? Так, обучение. 528 кристаллов у меня. Я могу, ребята, Эрин прокачать. На один уровень, да? Или же Элвин. Давай Элвин, наверное, все-таки. Да, ребят, я хочу поднять ее уровень. Шестой. И сделать одно обучение на шанс уклониться от АТА. Нет, не будем. Мы, наверное, вот... А, это прокачано полностью у нас. Черная метка. Элвин получает... Так, шанс к отечеству удара и увеличивает скорость своей атаки. Эффект суммируется 5 раз. И перестает действовать, когда Элвин погибает. Слушай, я думаю, стоит Антону, ребят. Да. Так, ну что же. Десятый уровень у нас следующий. Какой-то он красный, ребят. Такое впечатление, что здесь вот точно будет босс. Наконец, армии союзников удалось прорвать кольцо окружения и продолжить поход к перевалу Штормвид. Но когда они уже практически пересекли границу болот, их внезапно перехватили. Это же Моган Кровавый Волк. Он предугадал наш план и уже поджидал нас здесь со своими солдатами. О, великий тактик, у нас нет выбора. Мы должны сражаться. Надеюсь, ваш талант снова приведет нас к славе. Да, ребята, а вот здесь по ходу дела действительно уже будет босс. Как его там величать? Кровавый Волк Моган. Ну что же, мы с вами пасовать не привыкли. Мы его встретим во все оружие. Так что, ребятушки, давайте. У нас здесь опять же две контрольные точки. Карта опять же похожа на предыдущую, которая была у нас до этого. Так, Элвин будет, наверное, у меня стоять здесь. Точнее, не Элвин, а Эйрин. А Элвин мы перенесем с вами сюда и также Джейфа вот сюда. Так, у нас с вами опять же... Ну, здесь такой долговатый путь. Вот короткий, по-моему, самый. Поэтому начнем, ребята. Во-первых, конечно же, солдат. Без них никуда. Только стоять они у меня будут вот в этой точке. Естественно, я их проаповываю сразу же. Вот так, до драгунов. Сюда, я думаю, лучше поставить нам Голема. Да, именно Голема, ребята. Воу. Что-то я как-то быстро все деньги расфуфырил. Так, хорошо. Ладно, давай посмотрим. Сюда поставим лучников, а вот сюда магов. Поехали. Ребят, поехали. Первая волна. Так, Элловин я поставлю, наверное, вот сюда. Все-таки поближе маленько. А вот лучницу поставлю вот сюда. Так будет оптимально, я думаю. Что там у нас происходит? Пока все хорошо. Мы в этот момент, ребята, будем с вами апаться. По максималке. Тут уже 13 волн. Ну и, как вы знаете, начинается все слегка от ней. Элловин, ну куда ты побежал? Это опять в кислоту. Ну, господи, ну что ты делаешь? Радость-то моя. Вот никак не сделать так, чтобы она не бежала. Они ее провоцируют, поэтому она и бежит туда. Так, Големчик. 360 нам нужно с вами монет, чтобы его проапать. До огненного Голема. Так, пока он тут валуны свои бросает. Так, остается совсем немножечко. И мы его будем апать. Ну, есть. Какой злюка. Так, надо вот этих лучников нам тоже прокачать. Давайте ускоримся на это. Ого, ого. Табуны какие идут. Так, здесь драгуны, слава богу, справляются. Это классно. Элловин, е-мое, ну что у тебя? Иди сюда. Восстанавливай себе пока здоровье. А мы будем с вами улучшать наших лучников. Естественно, я буду их переводить в суммечных эльфов. Это имба. Кстати, не забывайте, что у нас вот этот проход что-то свободен. Я про него совсем не забыл. Так что, наверное, здесь нам тоже придется поставить армию солдатиков. Вот так вот. Прокачиваем. Прокачиваем. Вот тут мы уже, наверное, с вами сделаем паладинов. Скорее всего. Так, давай следующую волну вызывать. Так, уже идут тролли. Так, нам нужно, ребята, с вами... Наверное, призвать големчиков, да? Огненный големчиков. Или же дождь метеоритный. Нет, давай, наверное, големчиков вначале. Пускай он призывает. Все-таки одна боевая единица не будет лишней здесь, да? Для подстраховки. Так, и этих ребят тоже нужно... Я не знаю. Наверное, в паладину все-таки я их переведу. Вот. Пускай будут. Элевин, господи, доигралась. Я же говорил. Рано или поздно плохо закончится это все для тебя. Так, следующая волна у нас идет. Так, нам надо... Нам надо прокачать и драгуну, в принципе, и вот этих вот лучников. 270, да? Отлично. Так, ну что же, лучники у нас тут есть. Так, голем. По идее, вот тут бы тоже, ребята, не помешал голем, если честно. Вот в этой точке. Но только уже, например, энд. Он будет замедлять движение врага. А нам как раз это нужно будет. Потому что пойдет, когда босяра, там уже с ним не зашуткуешь. Конечно, не стоит забывать, что у нас есть и магия. Но это уже потом. Это уже на крайний, ребята, случай. Так, пока у нас тут мелкие уорки идут, нам нужно прокачаться. Энд у нас, по-моему, идет, да. Природный хранитель. 360. Нужна энергия. Так, апаемся. Так, и нужно нам, наверное, вот это вот. Да, взрывной саженец. Взрывной саженец. А где Элловин? Я не пойму, где она опять? Опять она в кислоте бегает. Да что ж ты будешь делать-то, а? Элловин, хорош. Ну, спокойно, серьезно. Переживаю за тебя, господи. Неужели не понимаешь? Этот маг у меня не прокачан, господи. Так, ну что? Пускай вызывает. Отлично, ребята. Так, а это у нас каждые 12 секунд древний бросает логический камень, который усилит эффект отравления. То есть вот здесь... Оу, как-то шкута. Слушай, нам эффект отравления как раз бы вот здесь вот обалденно пригодился, потому что они отравляются. Ну-ка. Ух, они сейчас будут здесь погибать только шорох. Так, ребята, я, с вашего позволения, вот этого мага хочу прокачать. У меня там Эрин, что ли, погибла? А кто... А, критует по ней, вон тот, он шаман, понял. Так, давай-ка, применим. Вот так вот. Давай-ка еще, наверное, улучшимся маленечко. И мага будем улучшать. Так, иди сюда, Элловин. Так, не хватает у нас, по-моему, да? Двести пятьдесят. Понял, сейчас мы сделаем с вами это дело. Естественно, буду мага льда делать. На замедление. Так. Вот этот пятачок у нас, конечно, очень хорош, но меня немножко смущает, если пойдет босяра. Да Элловин, господи, ну... Что ты смеешься? Ничего смешного... Погибла. Вот дуреха, а. Все время лезет на рожон, а. Неугомонная наша. Хорошо, что у нее откат на восстановление очень быстро. Ребята, это, конечно же, все зависит от наших артефактов, которые я навесил. Так, давай здесь вторая ступень. Ой, как красиво это получается. Смотри. Одиннадцатая волна. Ребят, через две волны, наверное, пойдет босс. Ну, я надеюсь, по крайней мере, что он пойдет. Последняя стадия заморозки. Прокачано. Так, что у нас тут еще надо? Двести девяносто. Отряденная жрица накапливает украденное сопротивление магии врагов в энергетическом камне. Когда энергия камня достигнет 500 минус, он взрывается, нанося при этом магический урон и замораживает. Оу, это что-то крутое, ребята, будет. То есть она будет накапливать, да, энергию врагов, а потом ее выплескивать. Проверить хочу. Только как понять, где он копится-то? Так, ребята, а вот и босс. Замедляемся. Он пойдет вот отсюда. Вот он. Ух, я не знаю, кто это такой. Ребят, смотрите, на каком-то гигантском варге. Моган Кровавый Волк. Моган вождь клана Кровавых Волков и один из самых могущественных Орских воинов. Мгновенное убийство может оглушать окружающих его противников. Медленная скорость передвижения. Единственный плюс для нас это медленное передвижение, ребята. Оу, смотри-ка, как бомбит у меня магичка. Так, эть, не хватает немножко, ребята, не хватает немножко. Мне на метеоритный дождик, а он мне нужен. Он идет. Этот засранец идет, причем довольно круто идет. Слушай, хорошо, что у меня здесь магичка, да, с заморозкой стоит. Вы посмотрите, она его очень отлично замораживает. Эй, Джейв, ты здесь нам понадобишься, по-моему. Так. Я не понял, он себе что, здоровье восстанавливает? А как ты это делаешь? Моган, как ты это мог сделать? Так, давай сделаем таким вот образом. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как... А, он был на... Все, я понял, ребята, он был на варге, да? А теперь он с него слез. Прикинь, всех моих бойцов поубивали. Давай, Арен, бомби по нему. Может быть, нам призвать в помощь бога? Давай так попробуем, да. Я не должен его пропустить, вы сами понимаете. Так, големчик, големчик, давай вот так вот. Метеорит. Воу. Шикандос. Так, полотенчики мои тут. Да, мы его сможем побить. Мы его, ребята, накажем. По всей строгости. Есть. Макти Варьор. Достижение получил. Фью. Ну, это было классно, ребята. Суперзвезда. Достижение. Так. Задание. Ёлки-палки, ничего себе. Понадавали мне тут вкусняшек. Так, сколько... Сколько, пятьсот шестьдесят два, да? Брутальный. Так. А я не могу здесь ничего улучшить. Нет, могу. Он получил, оп, уровень. Так, хорошо, давай, наверное, флаг, ребята. Да. Двадцать одна секунда. Отлично. Так, выполнили здесь. Так, по улучшению у нас... Сколько? Три очка есть, да? Три очка. И я думаю, что на этот раз... Давайте, наверное... Големчика. Големчика будем улучшать. Так, одно очко. Куда я его могу потратить? Никуда абсолютно. Здесь нехваточка. Здесь тоже нехваточка. Ладно. Так. Черный магазин. Ну, вроде бы все. Ну что, дорогие друзья, я думаю, на сегодня будет достаточно. У нас, да? Следующая миссия будет одиннадцатая. И, кстати, теперь понятно, где у нас будут боссы. Вот именно флажок с рогами и обозначает, что на этой локации будет босс. Кто-то из подписчиков сказал, что здесь будет восемь штук. Мы с вами прошли только двух. Плюс еще у нас вот такая вот будет сторона. Темная, так скажем. Ну что ж, друзья. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. А мы увидимся в следующих видосиках. Так что удачи вам. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok